у меня образование психолога никуда не делось в общем-то я по-прежнему читаю книги смотрю сюжеты многочисленные по психологии и поскольку у меня есть определенная практика мистическая в том числе йоговская шаманская то есть кое-какая разница я бы даже сказал что местами существенные например психологии эмоции и интеллект изучается и как бы приписываются человеку по отдельности в то время как в индуизме в той его части которые не связаны с обрядами богами с учением о человеке ну например йога это же практическое учение она помогает человеку развить сверхъестественные способности не говоря уже естественных вот которые тоже порой напоминают сверхъестественные смотрите например на индийский танец или там скажем на исполнение мантр это чистая мистика хотя и облекающую форму который у нас неловко выдается за искусство или какой-то там обрядовая практику так вот значит у них эндри 11 эндри 5 органов чувств тут все совпадает с европейским представлением и 5 органов действий там руки хватать ноги это идти половые органы это сами знаете что вот и так далее а значит чувствующим говорит нам о том что мы не можем нормально ничего воспринимать так сказать отдельное в норме интеллектом а мы если чего боимся там мы об этом стараемся не думать если нам что-нибудь нравится мы начинаем выдумывать что это обязательно правильно хорошо или обязательно сбудется вот я начал эту беседу с вот этого определения потому что у меня тоже манас который я не умею отключать с помощью медитации он иногда сам как говорится успокаивается на каком-то мистическом там озарение но вот искусственно вызывать мне это слабо пока слабо может быть к вечеру сегодня получится так вот то что должно случиться там ближайшие дни сегодня то 6 мая день победы москве рисуется мне чем-то страшно я тоже боюсь думать о том что в этот день может случиться мне тоже мерзко и противно оказаться в ситуации виноватым перед какой-то стороной за действие которые я не осуществлял и может даже в мыслях никогда не одобрял ну вот манас у меня в порядке одновременно у меня есть интуиция или наите вот то самое мистическое состояние я могу еще с десяток терминов привести из других культур которые равнозначно вот этому понятию там маноса антиманоса то есть вот это вот эпиболая значит это по-гречески да это значит там как я сказал интуицию по латыни это проскопия это ясновидение так вот в этом как бы сказать анти маносе у меня тишь да гладь да божья благодать все земля вступает в новый ион наступает рай земной которая предсказывающего в девяностом году двадцатого века вот и происходит это в том числе в связи с третьей мировой войной она была неизбежна сколько она продлится и какие причинить жертвы этого я обсуждать не могу там этих это все таки не какая там это скачивание из интернета где там стоит количество гигабайт или количество секунд которые текут я знаю только что финал уже проработан вот он здесь осуществится материальном мире а там он уже все там значит шрастов друг арка разгромлен вот соборная русская душа вышла из плена соединилась со своим супругом демиургом яросветом человечество просветляется в общем посмотрите и другие видео там тоже об этом есть вот и давайте так значит мне страшно и противно я не знаю будет что будет через три дня зато я знаю что будет потом